А вы у нас с амилейами кто у нас? Червоный Юрий Анатольевич. Работал до сегодняшнего дня в Азамаше? Да, 7 лет работаю в Азамаше, 25 лет общий. Начинал с инженера без категории, затем перешел в маркетинг и последнее увольнение было по реорганизации предприятия. Главный специалист в маркетинге. А сейчас последние годы? 7 лет в последних я работал, то есть не стал переходить, и увольняться полностью переводом, перешел в охрану. Что за бумага вы держите? Это приказ, по которому меня перевели в другую команду, то есть на завод. Когда? Это вот сегодня. Я этот приказ получил сегодня, хотя приказ датирован еще 29-11. Вы мне говорили, вас уволили? Сегодня при разборке... При очередной разборке? Да, при очередной разборке, при разговоре с начальником спецподразделения ГУЗИОН, он предложил мне уволиться по собственным желаниям. Что вы и сделали, да? Что я и сделал. А что вы написали? Я написал по согласованию сторон, хотя он сразу это отверг, только по собственной или по статье. А статью не назвал? Статью не назвал. А чем он мотивировался? Почему произошло? Можете рассказать коротко? Произошло это... Мотивировалось это тем, что я не должен был допустить работника СМИ на территорию храма. Чтобы он убедился в правильности моих слов, что нет сокрытия травм и всего остального. Это вот это на днях что было в четверг? Это было в четверг, да. Там слух пошел по городу, кто-то шутники взяли, обзвонили средства массовой информации, что... Объяснил корреспондент, что у него есть информация, что у нас произошла травма. Стоят скорые, и уже одна уехала. Ну, так как этого ничего не было. Там четыре скорых вроде как было. И вроде бы четыре трупа было, да? Да, и вроде как четыре трупа. А что вы пустили? На каком основании? Чтобы развеять миг? Ну, во-первых, чтобы развеять миг. Во-вторых, это было... Поддержать репутацию, что же? Поддержать репутацию. Во-вторых, это было согласовано с прорабом, который говорит, если интересно, пусть, конечно, пройдут, посмотрим. Он сам был в этом заинтересован. До приезда СМИ, буквально за минуту, до этого ушел инженер техники безопасности промстрой, где он проверяет каждый день технику безопасности. Ну, в принципе, из-за того, что я якобы дал интервью, меня за это и наказали. А что, уволили, в принципе, сегодня за один день или как? За три часа, да. С утра я поехал на завод, чтобы... То есть в контору, чтобы... Перевели на другую. Да, почему? Почему? И приказ такой, он, в принципе, составлен неправильно. Потому что приказ гласит по связи с производством необходимостью. На какой срок, зачем, что необходимость такая, сохранение заработной платы или без сохранения, на постоянно там или на временно. Эти вопросы возбутили господина Гузя. И начал, в принципе, он полностью придираться. А то ему мой вид не нравится. У меня вот сережка есть. Ее можно носить? Ну, а почему нет? А где запрещено? Что это? Вот в форме, из сережки, все. Это не работник. Это все было в присутствии, в грубой форме сказано. Ну, в принципе, это очень унижает и обижает. Такая разница. Кто, что носит, и кто, какой верует исповедание. И что теперь? А ваши коллеги, которые были с вами на смене? Коллеги, которые были со мной на смене, они, может, более инертные, чем я. И пошли работать в завод сегодня же уже вместе с вещами. То есть они на этом объекте не работают. Ну, и так как привыкают люди ко всем местам, где-то им теперь там условия труда, туда, куда их послали. Гораздо хуже, чем здесь. Там нет ни бытовок, ни чего. Я сейчас последний звонок делал. Сделал обход, стою, греюсь у бочки. Обещает уже поставить бытовку для охранников.